Всем привет! Меня зовут Елена. Яркие и нарядные хризантемы рассыпались повсюду осенним конфетти. Получилось очень красочно! Предлагаю сегодня зарядиться ярким цветом. Делаются эти цветы быстро и просто. Для них я использую иранский фоамиран толщиной 1 мм. Для таких цветов подойдут шаблоны ромашковой формы и мелко нарезанная бахрома. Размеры и количество заготовок вы видите на экране. Бахрому я буду немного подрезать, поэтому на экране даны окончательные ее размеры. Для работы с фоамираном я использую секундный клей. Больше всех мне понравился космофен. Начинаю цветочек с серединки. Собираю на зубочистку бахрому в рулончик. Собираю на зубочистку бахрому в рулончик. Получившуюся серединку прикладываю к разогретому утюгу. При этом фоамиран, соприкасаясь с горячей поверхностью, уменьшается и кончики его истончаются. Беру самую маленькую заготовку, складываю все лепестки вместе. И пальцами перетираю кончики лепестков. Склеиваю вместе, при этом клей наношу как на основание, так и на боковую поверхность рулончика из бахромы. Серединка готова. Тонирую заготовки штемпельными подушечками. Но вы можете использовать пастель, как сухую, так и масляную. Тонирую в основном кончики лепестков, а также несколько лепестков полностью. В цветке это даст игру оттенков и смотреться он будет по-настоящему живым. Все заготовки тонирую одинаково. Субтитрыком цветочные заготовки тоже складываю лепестками вместе прокручиваю перетираю пальцами концы лепестков слегка перетираю пальцами и остальную часть заготовки здесь я тоже все заготовки обрабатываю одинаково собираю цветочек область нанесения клея с каждой новой заготовкой будет уменьшаться сначала наношу клей высоко а а а а а а с каждым разом уменьшаю высоту нанесения клея цветочек будет пышным и при этом полностью раскрытым стараюсь лепестки располагать в шахматном порядке а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая яркая и в то же время нежная хризантема получилась. Вырубила резной листик из фоамирана. Тонирую листочек тоже штемпельными подушечками с двух сторон. Теперь придам небольшой объем. Для этого листочек складываю пополам. Прогреваю сгиб, прижимаю его пальцами, получится центральная прожилка. Я использую зажигалку, мне так удобнее. Прогревать лепесток можно и на утюге. После этого листочек разворачиваю. Прогреваю длинные зубчики и немного отгибаю их назад. Вот такие листочки получаются. Добавляю их к цветам и букетик готов! Список используемых материалов и инструментов, а также ссылки на наши вы найдете в описании к видео. Подписывайтесь на канал Будем Творить Вместе! Благодарю за внимание и до скорых встреч!